Здравствуйте, дорогие наши подписчики! Сегодня мы вам расскажем о витаминах и витаминных комплексах для кошек в период линьки. Лето – это период линьки, и использование различных витаминов и витаминных комплексов помогает ослабить это явление. Особенности – уборку дома. Понятно, что каждый владелец, наверное, кошек сталкивается с тем, что кошачья шерсть летом повсюду и пытаются помыть полы, протереть пыль, но все равно полностью избавиться от шерсти невозможно. Некоторые прибегают к стрижке котов, к вычесыванию и так далее, но причину так и не устанавливают, и впоследствии все происходит на круге своя, и кошка опять начинает линять, и волосы опять начинают лететь повсюду. Давайте же разберемся, из-за чего все это происходит, чем может быть вызвана линька. Первая линька – это повседневная, когда волоски меняются друг с другом, она не очень обильная, поэтому, в принципе, шерсть почти незаметна. Вторая линька, вид второй линьки – это линька сезонная, то есть, когда полностью меняется покров шерсти. Как правило, такая линька происходит два раза в год у кошек. Третья причина линьки – это паразиты, которые появились на коже вашего питомца. Четвертая причина – это уже аллергия, то есть, аллергическая реакция на некоторые продукты. И последняя, пятая причина – это несбалансированное питание, что ведет к витаминозу, вследствие чего падает иммунитет или, например, ваш питомец пережил какое-либо заболевание, и у питомца, опять же, начинается линька. Итак, давайте разберемся, почему это происходит и как с этим бороться. Всем понятно, что самостоятельно определить, из-за чего ваша кошка обильно линяет, вам не под силу, и поэтому важно вовремя обратиться к ветеринарному врачу, чтобы эту причину установил он. Но, в основном, в большей части случаев на нашей практике, причиной выпадения шерсти является несбалансированное питание. Особенно это относится к тем хозяевам, которые кормят своих питомцев натуральной домашней пищей. Очень важно знать и помнить, что кормления только рыбой и мясом – это недостаточно. Важно, чтобы в рационе вашего питомца были и молочные изделия, и различные овощи, а также зелень. Очень не советуется и вообще вредно кормить кошку солеными продуктами, острыми продуктами, жирными, копчеными, в том числе сладостями. Это выдавать совершенно нельзя. Поэтому важно следить за том, какой рацион у вашего питомца. Хочется сказать, что даже при кормлении специальным сухим несбалансированным кормом тоже могут возникнуть проблемы. Иногда витаминах в них недостаточно, также недостаточно различных микро- и макроэлементов. Поэтому и в том, и в другом случае важны особенности осенью и весной, ближе к лету, подкармливать вашего питомца специальными поливитаминами, различными макро- и микроэлементами, которые содержатся в них. Лучше всего пообщаться с ветеринаром на эту тему, и в таком случае у вашего питомца всегда будет ухоженный вид и красивая плотная шерсть. Это все, что мы вам хотели рассказать на сегодня. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ждите новых видео от канала Био-Вет.